I have ways of blowing things up. Девушки связаны между собой, но они все работали в байте, да, они все знали Роуз, да, они все из Уэст Энда, все ли, ну допустим все, и мы уже знаем, бери глубже, Роуз их использовал для Кларисы, да, получается теперь мы знаем Роуз то, что расставляет все по местам, направо рука Кларисы и VIP секции клуба, она собиралась секретные, да. На право рука Кларисы, да, на втором этаже Байта, окей, но почему это было важно для Роуз, она собирала компромат, девушки доверяли ей, а клиенты девушкам, вот это да. Какую информацию Роуз удалось собрать? Роуз и... А, Роуз, Роузную, разное и в количестве, на важных персон. Ты про модников с VIP привилегиями? Именно, граждане из самых низов общества, Глариса знала, что их никто не хватится и пускала в расход. Прямо как твой покойный дружок Джереми Грин. Да-да-да, кстати, и он тоже. Точно, и они шантажировали шефа полиции и работников Наукограда. Скажу по правде, это просто гениальная затравка. Ну же, не томи, нашел что-нибудь важное? Ага, особенно про ведущего научного сотрудника Эдди Хана. Ну ему Хана. Так, а что про этого Эдди? В его документах и у министра упоминается некий проект-артефакт. Думаю, это наша следующая зацепка. Что это, по-твоему, такое? Биохимики, все, что мы знаем. Погоди, это же тот мужик с Наукограда, упоминающийся в документах министра. Может быть, гены, белки, биохимия, все сходится. Нам нужно узнать, что это за проект-артефакт. Клариса явно в нем очень заинтересована. Знаете, ребята, это на вид такой классический, ну практически нуарный детектив. Но вот эта вся тема с поеданием плоти и все, оно офигеть как все не по себе из-за этого становится. Так. Договорились, потом ты подразумеваешь мне. Узнал, что произошло с девушками. Я думаю, они сбежали за стену. Что, блин, как, зачем? Их переправили за стену. Некто по имени Део. Должен за стеной, если куда бежать. Тогда бы я хотел знать... Задать этой Део парочку вопросов. Все так, но у меня еще нет никаких зацепок. Вообще нет никаких зацепок. Слишком много новой информации. Нам нужен еще один план. Планы мы можем. У нас всегда есть план. Так, погодите. Может, мы залечим на дно? Но пока жирка становится и поскорее. Мы уступаем по радио на пятки. Нельзя тебе... Может, в самом деле... Давайте успокоимся немножечко. А шутишь? Действовать нужно немедленно. Если мы расслабимся на полпути, они сумеют замести все следы до нашего прихода. Может быть, и мы успеем для себя сделать кое-что, чтобы... Иногда, чтобы увидеть картину, нужно сделать шаг назад. Блин, мы еще столько не знаем. Но ты отлично справился. Особенно, счастье, про не умереть. Да. Очень печальная ситуация с Флоренс. Что она сидит там и ничего не знает. Думаю так. Подоказываемся до правды и сообщим ей то, что она заслуживает. Давай обсудим наши дальнейшие шаги, как найти Эдди Хана и узнать о проекте Артефакт. Все, к этому ввел, я готов. Так, у нас достаточно улик. А у нас уже недостаточно, да? У нас есть знания. Это совсем не то же самое, что убедительные доказательства. Можем связать подвольный... Подвольный местной цех Ларисы с обезьянами. Вот, министр науки, уприхлеватель, дед простых граждан. Точняк, ведь прессу и общественность будет так легко в этом убедить. Горничная божва. Она, скорее всего, слабое звено. Ты понятия имеешь, насколько хорошо она осведомлена. Что вообще может побудить ее рискать таким-то нагретым местечком? Хорошо. Мы можем связать подвольный местной цех Ларисы с обезьянами. И как собираешься доказать, что это общественности? А полиции? Нет, вот это глупость. Если заявлений будет достаточно, никто не придет замешиваться. Луис. Семьи... Ты хоть сам в это веришь, Луис. Блин, никто ничего не сделает. Черт. Луис, у нас показания. Луис, это тебе... Он все выдал начисто. Но Лариса, скорее всего, уже замела там все следы. Хорошо, полицейский отчет. Про Ларису там ничего нет. Но общественный скандал там тоже не умерешь. Все слишком расплывчато. Получается, что у нас и нет ничего. Если зададим сейчас, то мы зря только время теряли. У нас есть еще зацепка? Да, давай пойдем по этой зацепке. Хорошо, согласен. Что ты думаешь поговорить? Что мы знаем о Ларисе? Она в сговоре с министром науки, а обожает собирать на всех кармарам, а знает о проекте артефакт. А что он добивается? Самого очевидного, налаживает отношения с министром науки для защиты своей власти и влияния. Парапавшие девушки. Они что, за гребенную стену сбежали? Они были шпионами, и только их толкали наркотики. Почему Кларис так легко их отпустил? Ладно, у нас сейчас другая первостепенная задача. Я не думаю, что она их отпустила. Вообще я сомневаюсь, что они живы. Ну ладно. Наукоград. Там творится что-то сильно важное для научной обезьяны и Кларисы. Нам нужно узнать, что именно. Биохимические. Может ли Эдди Хан играть на два фронта? Я тоже об этом подумал. Кем бы он ни был, сдается мне, он не очень этому рад. Все, пора придумывать план. Навести Эдди в Наукограде, узнай, что к чему. Затем мы передадим все это огласке. А потом, дело за народом. Как бы попасть в Наукоград? Просто будь милахой, как всегда. Ну да, есть сверхсекретная лаборатория, верхом на чистой харизме. Царказм твой ее ловила, но тут не к месту. Сделай все возможное. Это наш самый крупный шанс загнать Кларису в угол. Так, ты говоришь, как будто это все проще простого. По большому счету, да, ты хороший детектив, сам все понимаешь. Или же можно просто пожить спокойно. Квард, поздновато ли этого не находишь? Прежде чем за это браться, мне нужно поесть и поспать. В гробу выспишься, я пойду в круглосуточную, в круглосуточную сгоняю. Ты по пути, пока я не вернусь. А ты потупи, пока я не вернусь. Ты заслужил в какой-то вере. Я не хочу говорить и береги себя. Продолжаем эту тему, я не хочу с ней сближаться. Почти-почти, только главу допишу. Я занят, позвони позже. Отдохни, я скоро. Надо морать на нее компромант, пока она свалила. С ней что-то не чисто. Я ей не доверяю. Хороший день. Может, в конце концов, все будет хорошо. Почитать газету? Подожди. Смотреть доску. Ну, значит, что я сам по этим всем аппетит потерял. Я сейчас сам свою лапшу, свою вкусную жарю. Ладно. Попробую-ка сделать чай без заварки. Кружки. У каждого кружка есть история. Неужели мы ничего не найдем, блин? Ну, вот в этой доске опять шарится? Я не хочу, честно говоря. Клариса. Дебайт. Прикрошу лавочку, даже если и будет последнее, что я сделаю в жизни. Довольно. Я бы не стал делать что-то последнее в жизни. Ладно, посчитать газету. Что мы там начитаем, интересно. Это не Ранет? Твою ж. Что за крыса? А, ты не крыса, ты Клариса. Ну, даже чай не нальете. Мне казалось, что девушка против вас предпочитает шампанское. Еще раз назовете меня девочкой и ваши останки найду в пакете. Сейчас подам. Я не хочу ей подавать чаю. Кружка обезьяна года. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Похоже, она спокойно. Лучше не провоцирует. Но как бы здорово было вдать ей по морде. Аж не тереть самоладание. Знаю же, на что иду. Надеюсь, все равно все в порядке. Нет, нужно держать себя в руках. Но что самое плохое, это может случиться. Ну, сдохну сегодня. Это нормально. Я не доверяю Рене. Я думаю, что это она настала. Она так удачно вышла и в это время они вломились. Я не верю в такие совпадения. О, занятная кружка. Интересно, откуда она у вас? Соревнование обезьяны года, конечно, в котором я победил. Так, Говард Лотер. Сегодня у нас будет очень простой разговор. Я спрашиваю, отвечайте. И помните, я знаю, когда вы врете. Ясно? Да. Первый вопрос. Вы знаете, почему я здесь? Я не знаю. Я сильно расстроюсь, если придется со мной все проговаривать. Расстраивайся. Давайте повторим. Мы с вами оба профессионалы. Давайте поговорим. Мы с вами оба профессионала. Вы начинающий частный детектив по образованию фотограф. Кто вас нанял? Я просто любопытный по жизни. Заинтересовались мной? Я польщина. Как ее зовут? Как вы поняли, что это она? Просто мальчонка, заигравшаяся с детектива. Да, эта квартира явно не мужская. Мне нужно имя. Рене Уилсон. Вообще без проблем. Хорошо. В ином случае Иисус заставит вас по вашему решению солгать мне. Конечно. Да. Давайте поговорим о том, чем вы, кажется, так сильно уверены. О том, что вы нашли. Что же вы мне скажите? Как же с вами скучно. Вы пролезли в мой бар, угрожали управляющим моего магазина. Теперь еще и распространите обо мне слухи по всему стенду. Верно, пирожок с полки не хотите? Хороший мальчик. Что вы еще узнали? Скажите мне о вашем гениальном расследовании до всех подробностей. Да, рассказывать-то нечего, собственно. Вы совершенно в этом уверены? Может быть, я прошерстил вашего главного клиента. Я знаю в вашем сотрудничестве с Роуз. Где она? Все, что вам нужно знать, так это то, что она в безопасности. Вы были в квартире министра. Что вы нашли? Он вас защищает и заметает за вами следы. Как я ожидал. Если вы понимаете, почему, чтобы расширить влияние приземленное мышление. Вот что я предлагаю. Я знаю, я специально это сказал. Вот что я предлагаю. Вы работаете на меня и докапываетесь до истины. Я бы и сам докопался, если захотел. В таком случае прошу вас не делать этого. Мой план не входит на дедливый енотишка, если, конечно, он работает не на меня. Я вам не напарник. Пока что. Подумайте об этом. Немного. Спасибо, что заглянули. Последний вопрос. Вы столько сил положили на то, чтобы лишь едва уловить зубки очертания общей картине происходящего. Зачем? Не знаю. Мне показалось, что я должен был что-то предпринять. Люблю, когда злодеи получают поздно. Ну, вот, мне кажется, вот это. Подумайте о моем предложении. В следующий раз вы дадите мне окончательный ответ. До встречи, мистер Лоттер. Передавайте привет маме. Глупая угроза. До свидания, Хлориса. Вижу, вы все же вспомнили о манерах. Хорошо. Сус, попрощайся с мистером Лоттером. Давай, Сус, мне пофиг. Ну и что ты добился? Шантропа мелкая. Зачем я связался с этой чертовой? Вначале мне это показалось неплохой идеей, но сейчас, когда она вот так вот мной руководит и пихает мною во все дыры, я не хочу связываться с этой чертовой РН. Рене, пошла она к черту. Все, нет, мне нужно двигаться дальше, я же не могу остановиться. Можешь, чувак. Нафиг ее, нафиг Рене, нафиг расследование. В таком случае просто не надо идти дальше. Это гребаная ошибка. Давай, Толя. Эй, ты, Говард. Ой, нет, голосишка грустенький, что стряслось в паре. Хоть какавы привезу. Я в порядке. Вот это ты молодец. Че шумишь? Обмываем наше успешное партнерство или лучшую в мире дружбу? Алло. Не подберешь меня завтра? О, да. А что, какой план? Куда рванем? Завтра скажу. Я б с тобой выпил, но дети, давай на том же месте в 9, а? А, вот еще. Да, дружбан. А на лединочку тебе прикупить? А, не знаешь, что-нибудь для личной защиты? Услышал тебя. По-всякому по скребу. Не просветишь, что это заварушка? Спасибо. Пока. Она, конечно, пришла с одной... Так, а третий артефакт? Ну, самое умное сейчас, что можно было бы сделать, это больше не соваться крыла. Сейчас посмотрим. Принес? Ага, в бородочке пошарь. Каким концом-то целиться, знаешь? Да. Такие дела в такси, что только не забывай... В такси, что только не забывай. Бывает... Ага. И не говори. Тормозни уходного как раз, а потом жди на Гринвилле. На Гринвилле? Сегодня ж парад. Забыл. На главной улице толпа. Фиг припаркуешь. Ну, я уже в каком-нибудь переулке там постараюсь притулиться. Этот говчик сам. Береги себя. Ну-ка, град. Трындец. Вот как это называется. Кстати, смотрите. Это макака. Гориллу. Пора слиться толпой и не отсвечивать. Нужно найти Эдди любой ценой. Добро пожаловать в Наукоград. Место, где мы смотрим завтрашнее. Не прошу, будьте внимательны. Не отставайте и наслаждайтесь экскурсией. Все за мной. У меня вопросик. Я разрешу задавать вопросы после первой инсталляции. Не перебивайте. А, извините. Мы с Корги идем. Корги. У нас экскурсовод. Корги, блин. Ладно. С нами, кстати, Апосум. Барсук. Кто это с фотоаппаратом, ребят? Это Бобер, что ли? Не, Бобер, это наш водитель. Кто это с фотиком? Подскажите, пожалуйста. Так. Тут вы можете наблюдать поражающую своим великолепием мозаику великого пастыря, который подарил нам 9 лет назад предыдущий министр науки. Давайте обсудим ее символизм. А? Треснувший посох это символ пастыря и того, как он обрел свое имя Огонь внутри и символизирует его гнев над неверными и, конечно же, весы судьбы, на которых он взвешивал каждое свое новое изречение. Да, 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 да. Ага. А за всем этим самый великий труд пастыря Стена, который в прямом и переносном смысле защищает его пасту от тлетворных влияний мира и звони. Ага. У вас есть вопросы? Пока мы здесь. Может быть, вы с чего-то не поняли? Причем тут фрукты. Они символизируют любовь и понимание пастырем природы. Виноград, груши, яблоки, вкусные питательные плоды этих мест. А что за история с шестернями и паром? Эта часть показывает достижения нашей индустрии, великие труды, научные открытия, сделанные нашими видами. А что такое мозаика? Картина сделана множество кусочков цветов, фарфора, керамики, созданной при обжиге глины, но ее создание требуется феноменально много времени, но поклонение пастырю не терпит суеты. Вопросов больше не имеем. Мы идем дальше, не останавливайтесь, пойдемте. Что это тут у нас? Перед вами бюст Гаррисона Джефферса, одного из основателей наукограда и его главного архитектора. Джефферс посвятил свою жизнь служению священной геометрии, дизайн его интерьера имитировал природные структуры и процессы. Что такое священная геометрия? Это концепт употребляющихся узоров, которые совместно можно найти в природе. Говорят, они обладают успокаивающим эффектом, если их использовать в архитектуре и дизайне. Тогда, когда там у нас запланирован так? А что он еще построил? Среди его самых известных работ городская картинная галерея и солнечная башня. Он был сам плодовитым архитектором своего времени. Понял. А, еще вопросик. Если наша наука разовется достаточно, станем ли мы такими же могуществами, как пастырь? Собака-турист. Собака-турист. Если учесть, что мы все носим пастыря в сердце свое, можно сказать, что во многом мы уже подобны ему. Любое технологическое открытие наше общее слово. Ладно. Ну да, лучше не скажешь. Сувениры. Нам еще столько всего нужно посмотреть, но прошу вас, не забудьте, после этого зайти в нашу сувенирную лавку и приобрести на память миниатюрную копию здания. Турпо-лаборатория. Лучше было закончить тур в сувенирной лавке. Послушайте, я маршрут не планирую, ясно, у меня сценарий. Вы хотите сами везти? Может, дальше пойдем? Вы готовы продолжить? Пойдемте. Перед вами точная уменьшенная копия зданий. Кроме самих лабораторий на реплике можно заметить сопутствующую инфраструктуру для семей наших работников. Например, парк на крыше и спортзалы. Семьям нужно выходить наружу? Да что? Конечно, но тут все настолько продвинуто, что им почти не требуется. Мы не экономим на тех, от кого в полной мере зависит научный прогресс нашего города. Место просто огромное. Высота здания 112 метров при 17 этажах. Реплика идентична реальному зданию в пропорциях. У них тут есть уж что угодно. Совершенно верно, мы очень гордимся поддержкой, которую мы оказываем самым светлым умом города. Найс. Хотел спросить, сколько сейчас граждан тут живет и работает? Апоссум, туристка, это вот она. Столько, сколько родилось правильного вида, конечно же. Так, ладно, промолчим. Нынешнее поколение кампуса 287 граждан, из них в лабораториях работает 81. Наша семья растет, так что и удобств им нужно больше. у них что-то есть пустые комнаты? Идем дальше. Эта лаборатория была поставлена тут специально для того, чтобы показать вам условия работы на поверхности, на верхних уровнях. Симуляция настоящего рабочего окружения. Ага. Конечно, этим пользуются только при типовых расчетах. Кроме того, большая часть того, чем мы тут занимаемся, крайне секретна и потенциально неприятно для неподготовленной публики. Так на чем что-то на самом деле работает? Надо очень интересными засекреченными исследованиями следите за новостями в газетах. Уверена, очень скоро там напишут о каком-нибудь новом великом открытии. А насколько неприятно? Кажется, ей не так выразилось. Так бывает, что при всей своей безопасности эксперименты иногда могут все же выглядеть довольно пугающе. Ладно. Все понятно? Тогда пойдем дальше. А что дальше? А, я понял. Она, я думал, что он, я протупил, думал, что наш экскурсовод это Корги. Корги это как раз посетитель, а вот Опоссум, ой, не Опоссум, а, ну, в общем, она, наш экскурсовод, нет, протупил. Давайте углубимся в жизни наукограда. Вам когда-нибудь хотелось посмотреть, как выглядит жилище с нашего самого знаменитого ученого? Всегда хотел узнать. Теперь, да, вы все можете увидеть воочию в каждой комнате множество экспериментальных технологий и приспособлений. Так мы тестируем их до вывода на рынок. Получается, простым смертным туда пожить никогда? А можно заглянуть на лабораторию? Для этой цели мы построили эту точную реплику нашей типовой лаборатории. Получается, простым смертным тут не пожить никогда? Нет, как уже было сказано ранее, все местные удобства только для работников многокрады и семей. Получается, это все тестируется на жильцах. Конечно, можно сказать и так, но уверяю вас, это для их же блага. Вы не услышите ни одной жалобы о наших жильцах. Конечно, не услышите. Невероятно. Ну, пойдемте дальше. Сейчас у нас будет маленький перерыв. Туалет за углом. Тур продолжается ровно через пять минут. Продолжится. Надо за туалетом не ладится. Не ждите. Пойдем дальше по коридору. Сардогоняйте или нет? Я подойду. Может быть. Сяжусь туалет, пока они не удают. Прямо как старые доброшкольные деньки. все ушли. Пора проверить работает ли лифт. Став онли. Понятно. Лашка. Виохимические лаборатории на пятом этаже. Я иду за тобой. Эдди. Эдди. Иди, что и иди. Ботаническая, микробиологическая, тестировочная лаборатория 2. Давайте микробиологическая лаборатория. Совсем маленькая биология. Вообще жесть. Совсем маленькая. Тестировочная что он там тестирует? Мне пофиг. У меня ствол. Ну, блин, я бы на самом деле так бы не полагался на оружие. Оно именно как подстраховка. Я не думаю, что можно будет орудовать в открытую. Думаю, это больше как ну, элемент испуга, сюрприза. Я понятия имею, какой из них эти работают. Ну, ладно. газета. Может, потом почитаю. Это я прихватил с собой? Понял. Плакат. Нигде от этой гребаной пропаганды не скрыться. Praise Science. Сад. Восхвалите науку, если что написано. Ё-п-р-с-а-т. Пруд. Рыбок показывают. Мэтью. Чёрт с тобой. Давай, Мэтью. Чё-то я тут крадусь. Прив, ты чё, тоже заблудился? А я? А ты как заблудился? Я как-то отстал от группы, у меня же не будет проблем, как думаешь? Не со мной. Ой, не сфоткаешь? Пожалуйста. Что, прямо сейчас? А, только сфоткаю, так, чтобы клёвый вид в кадр попал. Лучше не буду. Микробы. И то верно. Сам тогда сделаю. Вот если бы у этого вида фото было какое-нибудь другое название. сэлфачи, себяшки. Какая глупая идея. Пока фоткать самого себя, блин, кто придумал сэлфи. Кто эти люди? Алик Сандр. У тебя апельсина нету, чувак? Подходи, женёк, сэр. В местный садовник? И я этим горшуюсь. Через неделю будет три года после моего прихода с зелеными насаждениями. Тут всё стало намного лучше. Как скажете. Ну, сначала систематического пересаживания уже существующих растений начал с. Но главное моё достижение программа перекрёстного опыления. что в неё входит. Создание мелких растений и мутантов. Нет, как-то жутко звучит. Если кратко, то я занимаюсь скрещением различных видов растений. Это не опасно? Не может вырасти что-то настолько большое, чтобы съесть вас. Вы что? В этом я точно уверен. Что-то вы сами не очень в этом уверены. Есть один метод. Он чем-то сродни искусству. У растений есть чувства. Они вам не атомы какие-нибудь из гравитации. Рад, что вам так нравится ваша работа. Другие учёные за своего меня не считают. Зато я весь день с растениями вожусь. Так что пусть себе дальше смеются. Знаете, я Дихана. Меня совсем не интересуют сплетними. Я всем сердцем с моими зелёными подопечными. без проблем. Извините, что не могу помочь. Вернусь к обрезке. Пока. Если я начну, то меня за уши не оттащить. Мне надо работать. Эдди. Хан. Доктор Хан, мне нужен совет. Это я, но у меня нет времени с кем нянчиться. В общем, на меня вдохновляете. Да? Ну и что именно в моей работе тебя вдохновило, парень? О, много всего. Ну знаете, что и всех. Все только о вас говорят. Слыхал вы с высокими чинами на короткой ноге. Чтобы ты знал, распространение клеветы может толкнуться тебе так, что мытью манитазов ты уже не отделаешься. А вы догадливы, Эдди. Он просто взял и ушёл. Проникнулся в лабораторию. Я не думал, что это грубость. Ладно. Чёрт. Стена сегодня особенно прекрасна. Вот, кстати, стена, да, на заднем фоне. Бэттани. Потерялся? Что-то мне кажется, что тебе тут можно находиться. Я помогаю Дихану. О, интересно. Я знаю, что в последнее время он от стресса сам не свой рад, что к нему приставили помощника. Как ты вообще живёшься? У нас есть все удобства, тут безопасно, все хорошо образованы, почти все. Вы что сейчас хотите сказать? Ничего такого, что ты уже бы, что ты уже не знал бы о себе. О, какие намёки. Что ты вообще занимаешься? Пробивной наукой. Чем работаете? Инфекционные заболевания. Если всё будет хорошо, то я до конца жизни практически не уязвима. Всё в шоколаде. Вы всегда работали по этой специальности? Да, прям со школьной скамьи у нас вся семья учёные. Вы следуете семейной традиции. Да, ты понимаешь. Кого-нибудь нужно обходить стороной? Ага, сам во всём разберёшься, так веселее. Есть ещё совет для новичка. Паши, лебези, не правтекай. Не очень-то воодушевляет. Просто говорю на чистоту, парень. Что из себя представляет хан? Он уважаемый, умный, и слышал, а он привлёк внимание каких-то шишек наверху. Просто надеюсь, что он сможет со всем этим справиться. Мне же знать о нём что-нибудь ещё. Я точно нет. Пожалуй, пойду, не хочу в первый день опоздать. Ну да, до скорого, пока. Стенцикорий. Я бы выпить чашечку. Жаль, времени нет. Ну, пожалуй. Пожалуй, всё. Всё, что ли? Что ли, пожалуй, то... Погоди, а я могу с тобой ещё потриндить? Подходить ещё до неё пока. Странно. Как бы действия и диалоги, которые завершённо исчезают. Но вот это, например, осталось... Так, куда он пошёл? Лаборатория, лаборатория, чувак. Почитать газету? Серьёзно? Тут? Тут? Он вышел на перерыв. Взял гозяву. Пьёт. Пьёт. Он один. Вот мой шанс. Блин, я думал, что это какая-то лажа. А почитать газету оказалось... Угрожать? Эдди? Серьёзно? У меня ствол. Открывай. И не звука. Так, успокойся. Чёрт. Я как бы вот не... Ну ладно, это не... Не входило в мои планы. Садись. Один лишний звук и тебе крышка. Это так необходимо? А что тебе нужно? Завали хлебало. А, я могу двигаться. Кабель. Связать. Отвечения на мой вопрос и понял? Да. Чё ж тут непонятно вот. Растения. Что это за растения? Это самые простые водоросли. Я тестирую возможности их фотосинтеза. Кстати, не проматывается. Упс. Пардон. Если что. Микроскоп. На что я сейчас гляжу? Не новый ли вирус? Это растительная клетка. Зелёные сгустки. Это всего лишь ядро и их лоропласты. Ух ты ж я. Оборудование. Что это за оборудование? Это вот моё радио. Вторая штука. Сигнальный генератор. Так, давай-ка теперь посмотрим, смогу ли вы смогу ли вытащить из себя правду. Поговорить с ним. Ну, давай. Кто-то такой. Твоё дело. Ладно, только не бесись, если ответы не будут складываться в удобную для тебя картинку. Как ты связан с Кларисой Бладворд? Связан? Да я никогда с ней встречался. Даже в Байте. Я никогда там не был. Может, Джинна тебя с кем-то перепутала? Эм, кто? С кем? Девочка из Байта, а ту, на которую ты глаз положил. Понятия имею, о чём ты? О, да. Извини, если всё это не подтверждает твою столь удобную теорию заговора. Какие у тебя отношения с министром науки? Какие дела? Я всего лишь научный сотрудник. Как у меня вообще могут быть с ним какие-то личные дела? Молодец, есть контракт на совместные дела. Я ведущий научный сотрудник и у него на окладе. Только и всё. Ты непростой учёный. Иногда мне хочется, чтобы это было так, но может лучше, чтобы всё оставалось как есть. У меня есть копия твоего отчёта министру личного отчёта. Что? Как? То есть, конечно, он получает копии моих отчётов, но он же на них не отвечает. мистер предупредил тебя держать наработки в секрете. Послушай, я тут важной работой занимаюсь, такой, которая поможет бороться с заболеваниями, понять наши тела, просто выполняю свою работу. А это уже мне судить. я честен с тобой. Расскажи о себе, Эдди. Я биохимик, работал тут практически всю жизнь, и я примерно семьянин. Как ты начал этим всем заниматься? Квалификация. Всегда в цене безопасная ниша, и многим помогает. Конечно, и ты так удобно сливаешь инфу на сторону? И делаю только то, что скажут. Тогда тебе лучше делать, как я скажу. Конечно. Что такое проект Альфа? А, артефакт. Откуда ты взял такое модное имя? Был на селе в Байте и проболтался. Где? Да ну, бред какой, если тут есть подобный проект, то я точно к нему не причастен. Хочешь, чтобы я сделал тебе больно? Нет, я на самом деле понятия имею, о чем сейчас говоришь. Иди, я знаю, что ты врешь. Что, глупость? Я рассказывал тебе все, что знаю. Прошу, будь рациональным. Самое простое объяснение обычное и есть самое правдивое. Клариса, министр науки тебя используют. Я не понимаю, что ты говоришь. Можем узнать правду вместе, по-моему, так. Клариса, есть компромат. Ты пишешь личные отчеты по проекту министерства науки. Давай уже. Так, я не хочу тебя калечить, но мне придется. Рассказ все, что знаю, прошу. Просто скажи все, как есть. А я пока что-нибудь из строя поищу. Фляга с кислотой. Шприц. О, давай флягу с кислотой. Прошу, хватит. Ты не обязан это делать. Кажется, это кислота. Интересно, что произойдет. Случайно пролю тебе на лицо. Постой, постой. Ладно, я скажу тебе про артефакт. Хорошо. А то бы тебе не поздоровилось. За полкой слева есть тайный проход. Позволь, я проведу тебе экскурсию. Говори ртом, иди, что там? Если ты у одной технологии словами не описать, пожалуйста, давай я просто покажу. Ладно, пойдем. Не знаю, не видел, не буду. Занятный экземпляр, правда? Что это такое? Мы точно не знаем. Я не очень разбираюсь в теории эволюции, но это определенная важная находка. Что же нам особенно? Либо какой-то наш предок, либо вымерший вид, такого раньше не видел. Покажи мне артефакт. Смотрите, какие тут твари. Это Дэрил 5. Эдди, что за невероятная фигня сейчас у меня перед глазами? Так, оно живое? О, это сложный вопрос. Это неправильно. Какого фига? Разве не биохимик? Без обид, но объяснить придется очень долго. Просто расскажи, что за фигню вы тут творите. Мы экспериментируем с рекомбинацией ДНК, скрещиваем виды. Дэрил 5, комбинация ящериц и собаки. Зачем? Это артефакт, я его контролирую, обучаю. Что такое артефакт? Сам все видишь. Покажи, он тут в защитном тенте. Пойдем. Ох, мне кажется, там трындец. А мне никакого экшония не появляется. А, кстати, ящерица. А, да, мои ящерицы. Что с ними делаешь? Думаю, легче будет просто показать тебе, что мы с ними тут делаем. Помитки ящерица офигенные. Если не сильно огорчить, что здесь и неважные подопытные образцы, давай к сути, Эдди. Ящерица, кстати, мутантище такой. Защитный тент. Защитный тент. Артефакт крайне чувствительный, но он содержится в тщательной контролируемой защищенной среде. Зачем у нас столько защиты? Он величайшая научная загадка нашего времени. Изучать его посчастливилось одному мне. И что-то о нем узнал. Это продвинутая органическая биотехнология. Он стремительно перестраивает организмы, но мы пока не поняли ни модели его поведения, ни собственные мотивы. Кто его нашел? Не знаю. Я так же, как и ты, не представляю, где его нашли. Кто мог его создать? Я у меня есть пара личных теорий, но строй догадки глупо. Ладно, сейчас или никогда. Сречь не сприятна, чтоб я справлюсь. Ммм, просто будьте осторожны, ничего не трогаем, мы до сих пор до конца не понимаем, как он реагирует на раздражители. Понял. мне кажется, я сейчас вижу какой-то трыдец. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не! Давай, не надо! Давай, не надо. Не надо, давай. Ну, ВЦ, а как, а почему найти Анатолия? А-а-а, сколько же вопросов! Ответы не будем искать тогда уже в следующей серии. Пока что, ребятушки, на этом все. У меня сейчас мозг пытается обернуть эту всю информацию вокруг моего понимания. спасибо, что были с нами, всем удачи, добра-бобра, всем молодушек и всем покеда! Субтитры подогнал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»